Всем кусь, ребят, с вами Леоми и добро пожаловать на вторую серию прохождения игрушечки под названием Inmost, которую мы начали, собственно, в прошлый раз. Основились мы на... погоди-ка, на следующем вот этом экране, как раз таки, за рыцарем начали разбираться с историей. У нас здесь было три персонажа, собственно. У меня были разные предположения, очень, так скажем, трудно догадаться сразу же сходу, что есть что, что к чему. Ну, знаете, я бы сказал, что из разряда таких игр, в которых ты сначала игру проходишь, собственно, и потом тебе становится, соответственно, в идеале прочитать реплики повторно, чтобы они для тебя уже как-то иначе раскрылись, соответственно. Так, 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 так. Я бы хотел еще в пещеру паука сходить, вот посмотрите, у меня была мысль просто в процессе. Я ее не озвучил, по-моему, но была такая. Я думал, может быть, этот большой паук вообще хороший, хотя, наверное, не очень убедительная мысль. Не знаю даже. Так, плюс самоцветик получили. Ай-ай-ай, тихо-тихо-тихо. Ух ты, блин, сожрали. Тут нет индикации хп, у нас сколько-то оно есть такое условное. Надо просто не получать слишком много ударов подряд. Аккуратненько, аккуратненько. Окей. И оно постепенно еще самого снарит, соответственно. Ну, за этот персонажа, по крайней мере. У другого, в принципе, так же, просто его большинство все шотает. Мы там еще, кстати, в прошлый раз получили ножичек, насколько я помню. Камп от конец. Надо будет сегодня его пульс-пульс в разных местах, в общем-то. Вопрос, где мы сейчас находимся. Потому что, как я понял, места событий, скажем так, они похожие есть. Пересекающиеся. Блин, какая же гнетущая здесь атмосфера и какой охренительный саундтрек. Если говоря, здесь... А, это... Я сюда пришел, просто так. Просто возможно, что мы это место еще за какого-то другого персонажа, за историю другого кого-то увидеть успеем еще, не знаю. Так, а здесь чего? Наверное, надо летучую мышь вынести эту, скорее всего. Чтоб меня пустили дальше, я так понимаю. Оп. А, у меня есть вертикальная атака еще такая. Чтоб доставать. В прошлый раз меня... Ох ты, блин, щитовик какой-то. Хорошо. Допустим. В прошлый раз меня капец как шугали, честно говоря, эти охотники прям пипец. Аккуратно, аккуратно. Игрушка была очень положительно принята на канале, что мне было крайне тоже безумно приятно. Тихо, тихо, тихо. Так, щитовик. Отлично. Плюс еще самоцветик. В идеале было бы, может быть, собрать все самоцветики. Я не знаю, честно говоря, может быть, я бы потом этим занялся. Хотя, повторно, все искать, обходить все места было бы, возможно, проблематично. Не знаю, будет видно. Благо тут вроде как можно начать с любого экрана, любой экран посмотреть. Так, то есть еще один. Я же правильно понял, что это самоцветики вот эти? Пулки. Смотрите, мы как будто бы в этот самый... Хотя не знаю, в этот ли самый замок мы идем или нет. Ну, куда-то мы так реально забрели, теперь поднимаемся. Возможно, это тот самый как раз-таки замок, который отстраивался. Который так появился, это алтарь. И что-то такое. Ох, нифига какая. Король замка, если можно так сказать. И он ему поклоняется, как будто бы. Он насобирал вот эти воспоминания и отдает их ему. Те, которые мы сейчас как раз-таки получали. Опаньки. Хм. Погодите, она... А та предсказательница, она говорила как-то это отголоски боли или что-то такое. А он ими питается, он их поглощает или что-то в таком духе. Ух ты, блин. А, возможно, ему говоришь, что типа, пойди принеси мне еще таких, например. И он отправляется дальше их искать. Так, а вот это на то место, где он как раз-таки цветок украл, если не ошибаюсь. Говорилось, по крайней мере, на этом. В этом местечке об этом. А, этот камушек нужен для того, чтобы выращивать этот цветок. Может быть, подпитывать как-то его или что-то у нас такое тут. Даже не знаю. Ну, у меня будет разных, ребят, много предположений. Само собой, много и неверных. Но мне, например, интересно попредполагать. Подпитывает его. Пытается вырастить, но там говорилось, что рыцари не могут вырастить свое. Хотя, а это он украл вроде бы. Цветок здесь как какой-то символ такой словно выступает. Потому что, ну, даже не знаю. Как что-то очень ценное, что может противоборствовать этому замку. Возможно, не знаю. У меня такая была мысль. Мы возвращаемся к девочке. Один. Два. А, это она считается, что с закрытыми глазами. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Десять. Я иду искать. Да-да-да. Раз-таки с прятками. С прятки как будто выиграют с кем-то, судя по всему. Так, это наша, кстати говоря, самая первая комната, откуда мы начинали. Я вот не знаю, надо ли нам на стол забираться. Нет, можно как-то, нет? Не знаю, можем стул взять, конечно. А, погоди-ка, можно здесь еще попытаться открыть? Там написано было. Может, украсть сейчас сюда притащим? Мало ли, что-то здесь... Что-то здесь имеется просто. Интересно. Или тут. А, это, может быть, она сейчас своего кролика как раз-таки ищет, которого мы нашли в прошлый раз. По крайней мере, мне такое в голову пришло. Допустим. Так, ну ладно, давайте тогда спустимся, в принципе. Можно включить-выключить свет. А, нет, нельзя, я не дотягиваюсь, да? Нужна табуреточка, стульчик точнее. Не знаю, нужно ли просто мне это делать. Но, раз есть такое действие, то стоит проверить. Мы снова в нашем домике. Тут тоже так, мне сложно было понять и как-то трактовать, что именно происходило. Видение-то было какое-то или событие. Когда пришел этот рыцарь сюда как раз-таки. Открыть. И тут пусто. Я надеюсь, что мы ей не мешаем. И тут. Он закрывает одну тумбочку, не пускает меня. Нашла. Вот, да-да-да, тот самый как раз-таки. Зайчик, которого мы нашли в прошлый раз за ящиками. Кто не спрятался, я не виновата. И мне кажется, сейчас будет уже страшнее гораздо. Что-то, мне кажется, сейчас произойдет. Вот прям... Есть такая чуйка. Так, на стульчик я, наверное, брать не буду. Не думаю, что у меня понадобится, скорее всего. Так, вот здесь открыто. Где же ты спрятался? Точнее, открыто, закрыто было. А, нет, смотрите-ка, она здесь находится, например. Поговорить. Не хочет говорить со мной. М-м-м. Допустим, зайти сюда. У нас была та самая кладовая. Так, включить. Где мы его, как раз-таки, нашли. Но сюда мне не залезть, потому что мы в прошлый раз на ящик вставали, а сейчас его нет у меня. Ладно, давайте искать в другом месте. Интересно, кто его прячет. Этого зайчика. Тут нет. Я даже не могу сказать... Объяснить точно, в каких отношениях вот с... Этой женщиной находится. Типа, первое, что приходит в голову, это... Дочь и родитель, мама. Но как-то не знаю даже. Растения засыхают. Наверное, когда-то тут было красиво. Либо она просто на попечительстве, либо не знаю даже. Так, ну наружу мне вроде бы не надо. И здесь, конечно... Скажем так, обстановка, знаете, такого заброшенного, такого полумертвого места, как будто бы, словно... Цивилизации вообще не пахнет, как будто бы... Здесь ничего не делается. А, у нас, смотрите-ка, это комната открыта, между прочим. Так, осмотреть. Где? Погоди. Включить тень и дотянуть. Погоди, а здесь было... О, осмотреть. Тикмение часов слышно даже через стену. Можно свет, в принципе, выключить. А, вон, я вижу наверху его, погодите-ка. Я вижу, вон он. На даме, я там четко находится, увидел. Интересно, как мне до него доставать тогда? Давайте включим свет. Может, на него тоже заметить? А-а-а, вижу, там есть вентиляция. Все, теперь понял. Так, ну давайте сходим сначала в эту сторону еще. Открыть дверь можно, нет? Нет, не открывается. Рояль есть, чем пианина. Я никогда не слышал, чтобы кто-то играл на нем. Так, здесь тоже закрыто. Хорошо, погнали за своим кроликом. Не знаю, может быть, кролик тоже является каким-то символом. Либо здесь просто показывают наши обычные будни. Эти девочки. Так, и по полкам поскакали. Мама за месяц прибьет нахрен. Ой, блин, вот я всегда, когда в фильмах или где-то еще вижу, как кто-то ползет по вентиляции, это всегда меня так ужасает. Это же так легко, кажется, застрять. Назад ты уже двинуться не можешь. Бру. У меня как бы не то, что прям клоустрофобия, но, скажем так, боязнь такая есть, тем не менее. Тоже, когда не можешь двигаться, то не по себе совершенно. Вот ты где, малыш. Теперь я прячусь. Теперь я прячусь. Интересно, долго она будет ждать, пока ее найдут. Ага. Ты нашел меня слишком быстро. Черт, я не по себе от того, что... Ты ведь подсмотрел, правда? То, что кролик ее как бы ищет. Я не смог вовремя зажмуриться. Погоди-ка, это что за тень такая появилась? На фоне пианино. Ее тень как будто бы... А вот проявилась. Стоп. Я пытался, но у меня пуговицы вместо глаз. А, я понял, я понял. Это как бы показывается, что... Судя по всему, она, скажем так, его перемещает и делает вид, что... Ну, типа, он живой, как вот играет сама собой. Но там вторая ее копия как бы так появляется условно. Давай еще раз. Кто не спрятался, я не виновата. Так, здесь вообще пипец темно. Потому что он будет именно вот в этой комнате, например. Где-нибудь. Оп, погоди-ка. Может быть на чердаке? Но как спустить лестницу? Лестничку спустить будет тяжело, кстати говоря. И подняться здесь я до конца не смогу, я так понимаю. Либо как-то, может быть, обойти, например, вот отсюда, нет? Нет, все еще не пускают. Зонтик. Ручкой можно что-то зацепить. А, о, фига. Я бы даже не подумал, не обратил бы внимания на это. Даже если бы я заметил, что здесь что-то висит такое. Может, не пришло бы в голову. А теперь, если бы появилась кнопочка взаимодействовать. То по-любому. Так, ну хорошо, это мне поможет. Я уж думал идти на второй этаж все-таки. Искать там что-нибудь. Тут нашел таки. Я также, ребят, перебалансировал звук, чтобы громкость музыки была чуть повыше. Некоторые клавишки подсвечиваются тут. Общую громкость понизил, чтобы мне потом в программе не надо было так долго настраивать. А музыку оставил при этом такой же. Так, погоди-ка, а здесь стул нужен, судя по всему? Таборетка-то пониже будет. Ой, тихо. А, хорошо, мне... Я шаганулся немножечко. Думал, что-что не так-то? Мне тут ускорили процесс. Погоди, а как мне? И чего, я все равно не достаю? Может, можно это как-то... А, вот, одно на другое поставить все-таки можно. Хорошо, я думал, что мне сил не хватит. Не сможет нам так сделать. Так, и теперь зонтиком, да. Спустить. Интересно, погодите, если она его перемещает, так, условно, да, играет сама с собой, то как нафиг она туда его запихать могла? В банках что-то плавает. Ух, эти закваски, да. Погоди-ка. Не могу с банками. С банками ничего не могу сделать. Так, ну погнали наверх, если можно как-то. Погоди-ка, можно, нет? Меня не пускают наверх. А, ву. Что-то как-то я нажимал, нажимал, нет сам не работало. Ух, тут очень страшненько. Так, включить. Лучше не стало, если честно. Как ты залез сюда? У меня тот же вопрос. Ты сама принесла меня, помнишь? То есть сама принесла, а потом лезть все обратно закрыла. Я же не могу ходить. Мои ноги сломаны и кровоточат. Кости торчат в нескольких местах. Жесть. Что-то как-то... Моя жизнь это сплошная боль и аргония. Шучу. Я же игрушка. Игрушки не умеют ходить. Ты странный. Как думаешь, что за этой дверью? Ночью я слышала шум на чердаке. Ох уж это желание пойти на шум, да? Я слышу крики. Они держат их там. Кого? Детей, которых похищают. Ох, мамочки. Мы должны их освободить. Как можно быть таким бессердечным, чтобы держать детей на чердаке? Тебя они держат в пустой комнате с оборванными обоями. Хм. Как будто бы она тоже здесь заперти получается. Как бы так звучит. По крайней мере то, что она... Она с собой отыгрывает как бы. Даже не знаю, это она всерьез, скажем так, это говорит про себя. Или же представляет просто так. Большое достижение, я считаю. Ты можешь собой гордиться. Это все он. Он злой. Я снова слышала ночью, как она плачет. Он обижает ее. Он заставляет ее делать ужасные вещи. Потому она всегда плачет. Поэтому. У него черное сердце. Мы спасем детей. И тогда она тоже поймет, что может сбежать от него. Но дверь заперта. Нам нужен ключ. Ключи всегда прячут в вазах с конфетами. А, у нас, смотрите-ка, у нас. И когда ты находишь такой ключ, ты можешь взять и конфеты. И даже если не находишь. Особенно если не находишь. Она сейчас печет печенье. Я больше люблю печенье, чем конфеты. Так, давайте-ка. Видите, что-то можно было осмотреть. Здесь записки какие-то на стене. Все по всему. Где-то на вырезке о каком-то пожаре. Хм. Возможно, что не просто так каком-то пожаре, что может быть здесь история вокруг какого-то пожара была завязана, например. Так, вот здесь, например, в банках что-то плавает. Это отрезанные... Отрезанные пальцы. Это огурчики. Тьфу ты, блин. Что за воображение? Зеленые попурчатые пальцы. Пальцы на планетян, да? Так, погодите-ка. От других банок это самое тут больше нельзя потыкать. Ладно, давайте искать на другое место где-нибудь. В принципе, еще много можно чего осмотреть. Я никогда не слышал что-то под него. А, вон, смотрите, там печенье. Я умею играть на барабанах. Самое лучшее в барабанах это то, что барабаном может быть что угодно. Даже пианино. Главное взять палку побольше. Я как-то сейчас резко вспомнил одну композицию зарубежную. Энгровинкс называется. На пианино, где как раз-таки чел исполняют ее и очень жестко долбят по всем клавишам в один момент. И это так органично вписывается на самом деле именно в той композиции, что пипец. Так, я не знаю, может быть кто-то слышал. Печенье на верхней полке. Да, да, я сюда иду, как раз-таки. Как жестоко с ее стороны. Притащи стулу с прихожей. Без проблем. Мне, я каждый раз, когда подхожу к этой двери входной, мне как-то немножечко не по себе, если честно. Так как кажется, сейчас резко гром раздастся. И снова сюда кто-то пожалует. Смотрите, она причем видела видением, по крайней мере, не знаю, реально ли они были или нет. Обоих персонажей, по-моему, и рыцаря, и того, которое основное у нас. Так, что-то здесь немножко шатается, как-то не очень. Ой-ой-ой. Какое безразличие. А она порезалась. Жесть, это так страшно в наушниках. Украдите печенье. Налет на печенье. Блин, я не понимаю до сих пор, кто это такая. Потому что она действительно как-то вот... Знаете, какая-то такая вот мачеха в плохом смысле слова. Потому что мачеха это может быть вполне себе очень даже хороший, близкий человек. Но она такая, как будто бы вот ей... Она вынуждена просто присматривать за ней, но совершенно этого делать не хочет. Ей, типа, всячески показывает, что ей насрать. Даже не знаю. Так, ну а мы возвращаемся. В нашу пещерку. Мы можем теперь вернуться здесь и назад, в том числе. Потому что мы тут бегали от охотника. Что это такое? Почему я таком выхожу так медленно? Какая-то то ли паутина, то ли какое-то болото, не знаю. Направо мы пройти уже не могли. И не забываем про то, что у нас теперь есть ключик. Есть в некоторые места, можно теперь вернуться. Так, и здесь есть записка. Сиверя, погоди-ка, фонарь. А, фонарь не взять, ладно. Записок? Записок у нас очень много, но надо собираться с Игорем. Так, это у нас какой-то рисунок. Оборванный рисунок котика с крылышками. Среди облаков. И чего-то еще. Может быть это зайчик на самом деле, типа. Хотя... У зайчика вроде такого хвоста нет, если не ошибаюсь. Подумал, может быть это игрушка ее как раз-то, не знаю даже. Здесь такая семья нарисована. Причем, смотрите-ка, не просто семья, по-моему. Либо мне кажется, либо здесь у папы, скажем так, голова немножечко с плеч. Не знаю, это специально так нарисовано или это все-таки что-то означает. Как раз-таки такая важная деталь. Не могу сказать наверняка. Также у нас была здесь какая-то, соответственно, свинья, нарисованная сердечком. И еще достаточно много записок есть. В том числе какой-то чертеж. Да. Окей, пока на этом все у нас. Так, я пришел как раз-таки сюда использовать. Я думаю, что здесь будут скорее всего эти самые какого... А нет, записка, смотрите-ка. Я думал, что здесь будут осколки еще одни. Так, это у нас кто такая? Какая-то королева нарисована. Портрет с какими-то подписью с информацией. Не знаю, даже я сразу вспомнил того дьявольского короля в этом замке. Но явно, что рыцарь с ним как-то связан. Я изначально думал, что они, скажем так, никто из этих персонажей не на стороне замка, скажем так, да. Но каждый из них занимает перед этим свою сторону все равно. Типа, вот рыцарь, он такой вот... Скорее как представляет грубую силу, как некий такой все-таки больше засранец, наверное. Девочка как более аккуратный, эстетичный подход. Вот как с цветком. Такая невинность изображает, скажем так, не изображает, а как-то олицетворяет вот. А это как... Не знаю, что-то нейтральное, либо наблюдатель какое-то, либо что-то в таком духе, не знаю даже. Стоп, 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 я вижу. Пришел сюда, ушел. Вот как записочка была. Так, а это у нас что такое вообще? Какой-то как будто бы кузнечик нарисован. То ли разобранный по частям, то ли, не знаю даже. Я пытаюсь хотя бы что-то как бы разглядеть, что-то увидеть, что-то как-то объяснить. Не знаю, трактовать картинку. Но пока что совершенно непонятно, конечно. Ну, выглядит как рисунки явно ребенка. Может быть, это ее рисунки и есть, между прочим, не знаю даже. Хотя пока что вроде бы не было намека на то, что она любит рисовать. И, кстати говоря, ребят, в прошлый раз у меня были разные догадки, что, мол, может быть, это какие-то параллельные, не знаю, параллельное прохождение идет. То, что они существовали в разное время. И вот мне кажется, что в разное время, скорее всего, это и есть. Потому что вот это местечко, это то, где у нас рыцарь убил какого-то персонажа человека, не знаю. И вот здесь у нас как раз-таки на месте смерти появился охотник. И у меня появилась тогда мысль с этого, собственно, такая, что, наверное... Блин, даже не знаю, слушайте. Может быть, они существуют в одно время, скажем так, но мы эпизоды видим немножечко в разной. То есть, они все одновременно в этом мире существуют здесь сейчас. Просто не все здесь сейчас прямо тут, скажем так. Но первым типа был, например, здесь рыцарь. Так, смотри, можно тут еще обрезать тоже. Может, здесь будет как раз-таки... Тоже записка, да, хорошо. Так, сейчас посмотрим ее, потом продолжим. Так, тут у нас... Ага, смотрите-ка, рецепт печенья. Мамины... Мам с куки. Написано мамины печенья. То есть, все-таки это ее мама, скорее всего. Почему она так тогда... Не знаю даже, почему она так безразлично к ней относится вообще. Как будто бы ее тут нет. Как будто даже не то, что нет. Нет, она у нее реагирует, но при этом... Никак не помогает, не взаимодействует особо. Окей, все. Судя по всему, это все-таки действительно ее картинки. Хотя я сомневался в счет этого, потому что, ну... Не был уверен, могут ли они тут находиться, скажем так. Если бы то, что... Ё-моё! Слушайте, а я здесь должен как будто бы справа налево прийти. То есть, может быть, реально этот балл к меня бить не будет? Твою налево нахрен. Я так не хочу к нему уйти. Мне так не нравится эта затея. У нее, в принципе, как бы ничего страшного не будет, ведь правильно? Как подниматься по лестнице? Я вот встаю, он у меня вот... Пока я не скажу, что типа не получается ни хрена подняться, он подниматься не хочет. Вот, в общем-то, у меня была мысль, что... Так, погоди, а мне... Сюда... А, вот из этого домика распадать, да. Что рыцарь, например, он здесь убивал людей, и от них как раз-таки остались вот эти существа. То есть, они переродились в темных вот этих демонов, не знаю. Может быть, и пауки как-то тоже с этим связаны, либо разбить, кстати, я в прошлый раз не заметил. Не знаю даже. То есть, эти охотники в прошлом это обычные люди, здесь тоже вижу, да. И, может быть, как раз-таки от вот этой боли и начал расти замок, от появления этих существ. Хотя, чем был замотивирован рыцарь изначально, сложно сказать. Так, он же на свет он не пойдет, да? Может, он добрый? Пожалуйста, не смотри на меня. Пожалуйста, отвернись в другую сторону. Ну, он буквально ничего не делает. Ты знаете, как в детстве, там, не знаю, ребенок боится пчел, там... А ему родители говорят, что он сама боится тебя гораздо больше. И пчел, на самом деле, тебя тоже атаковать не будет, собственно, если ты ничего не сделаешь. Если ты не будешь представлять угрозу. Так, ну вот этот маленький говнюк гораздо агрессивнее, чем этот здоровый паук. Погоди-ка, а что мне делать с... Как мне вот это... Окей, нормально. Как-то забрать... Как-то сейчас заберу. Смотрите, хорош. Может, еще здесь что-нибудь найду. Оп, случайно нашел еще одну. Я вот сейчас думаю еще. Кто может быть этим лисом? Учитывая, что лис светленький у нас совсем такой, да? Является таким неким нашим пропроводником. Но при этом он не может сражаться, но может нам помогать, скажем так. И темные вот эти духи за ним охотятся. Может быть, как раз-таки этот светлый лис, например, это концентрированная вот эта... Как сказать, энергия вот этой боли. Ах, человек. Ты не первый чужой в этом мире. Чужой? Рыцарь, я знаю, ты видишь его. Чужой в этом мире? Как будто мы не на своем месте немножечко, даже не знаю. Не от мира сего. Может быть, поэтому тут так мало мы кого-то встречаем вообще. Хотя не знаю. Может, что-то другое имеется в этом виду. Видишь, что он делал. Он не был рожден здесь, как и ты. Это не его земли и не его замок. Но он ему прислуживал при этом. Но замок поглотил его душу, как и души многих. Ага. Может быть, он хотел другие души принести в жертву, чтобы забрать свою, например, не знаю даже. Как и тебя он проглотит однажды. Может, не надо. Но он не перестал бороться. Его сердце стало черным, и он стал служить хранителю искры. Тот самый красный король. Но желание его осталось неизменным. И в огне он обрел путь к нему. А, буря приближается, человек. А, принеси больше новой боли. 40 надо, да? У меня сейчас 39. Чуть-чуть не хватает. А, чуть-чуть. Будем собрать совсем чуть-чуть. Интересно, он так, конечно, говорит такими загадками. Это, знаете, реально мне потом перечитать бы после полноценного прохождения. Когда я так понимаю, что обычно в концовках таких игр частично тебе что-то объясняется. А чтобы расставить все до конца на свои места, тебе нужно пересчитать те слова, которые ты слышал ранее, которые до этого для тебя так не раскрывались. Так, ну поговорить. Мы принесли ему паутинку, наконец-таки, да? О, ты вернулся и принес паутину. А как ты справился с волками? Какие волки там не было? Волков там были охрененные, огромные пауки только. Никаких волков не осталось. Ладно, это все потом. Сейчас бы волков бояться, когда пауки сжирают волков там. Так, еще поговорить? Или что? Очисти лифт. А я почищу... А, я починю веревку. Блин, как всегда, мне самая грязная работа, да? Как я буду его чистить? Погодите. Может быть, ножиком своим как раз? Потому что до этого меня эта штука вообще убивала. Прости, а как я должен это чистить, по-твоему? Могу подергать, разве что вот так? Могу активировать, вдруг оно там, не знаю, как-то свалится. Нет? Говорить еще разок, допустим. Очисти лифт, а я починю веревку. Да я понял, ладно. Ну, а что я могу с лифтом сделать? Оп, плюс один. Хорош. Может быть, сейчас еще историю прослушать. Пока не ясно. У меня еще остается темная какая-то штучка, которую мне надо найти, которая... Ух ты, блин. Как у меня привычка, знаете, с других платформеров, ну, с игр, которые на геймплей больше, нежели на нарратив, акцент делают. В таких случаях, типа, спуска... Как его нажать на вниз, а потом в воздухе себя немножечко выправить, скажем так. Надеюсь, так не получится. Так, ну давайте, допустим, еще раз сходим к этой. Какая-то, я не знаю, как сказать, не провидится, не пророчится. В общем-то, к ней буря приближается. Ведьма поклялась... И она вернется. Нет, не ведьма. Погоди, я не помню, как он в прошлый раз себя называл или нет. Рыцарю никогда больше не вырастет собственный путь из этих земель. Его сердце черно. Но он украл чужой путь. Он украл цветок души. И он пытается возрастить его. Цветок это... Не цветок в буквальном смысле. Это как раз-таки душа. Причем там говорилось, что рыцарь... Ну, я думал, что рыцарь это как бы отдельная сторона, скажем так. Потому что это один только персонаж имеется в виду. В общем-то. И он не мог... Не мог его создать свой. Души у него не было. Он украл чужую. Пытался ее, скажем так, заполнить пустоту своей души, может быть, чужой. Но чужую украсит как-то такое себя. Он создал путь из-за огня и чужой боли. И ведьма видела это. И ведьма ненавидела его за это. Да, это за то, что он как раз-таки убивал других. И возможности говоря, что мы... Знаете, какая у меня мысль появилась, а? Может быть, мы больно ходим на местах, где кто-то был убит однажды, например. Но лишь ведьма могла связать цветок души с черным сердцем рыцаря. Лишь ведьма знала, как разрушить барьер цветка. Он приходил к ней раз за разом. Он просил ее. Он убеждал ее. Он угрожал ей. Он умолял ее. Но ведьма ненавидела цветок из огня. Ведьма ненавидела рыцаря. Ненавидела за то, что лишилась своего цветка когда-то. За то, что рыцарь забыл ее боль. За то, что рыцарь украл новый цветок для себя. Да, потому что она, по сути, так... Судя по всему, я так понимаю, что такой же жертвой является. А рыцарем как-то... Эгоизм правит, что ли, управляет. Она могла бы связать свое сердце с цветком из огня. И он умолял ее сделать это. Своё сердце, почему-то. Но она никогда не станет делать этого. Ведь она потеряла свой цветок. Да, чужой она, брат, отказывается, в отличие от рыцаря. И нет у нее больше надежды. Лишь только боль. И видит цветок из огня. Все глубже проваливалась она в безумие. Ты чувствуешь этот ветер? Буря идет. Ведьма сожжет этот мир. И вы встретитесь. Снова. А, принеси больше новой боли. Как-то ужасает, на самом деле. То, как она говорит об этой буре, которая сожжет все. Время грядет. Даже не знаю. Оп. Плюс еще один случайно нашел. И вот здесь тоже, да. Такое вот это место я специально уже проверил. Вот здесь, типа, например, есть. Погоди, как? Такая штучка требуется, но у меня ее пока не имеется. Я думаю, позже появится. Нам надо будет сюда еще вернуться. Погодите, а где паук? Погоди-ка, а паука-то убили, как будто бы. Видите, там, типа, труп-то на заднем фоне находится. И что с ним? Ну, не маленькие же его сгрызли, да? Так, ну что-то здесь изменилось. Блин, а почему я решил, что я сюда не могу попасть? Знаете почему, кстати? Потому что до этого была девочка, и ясно не сразу вспомнил, что я могу прыгать. Точно. Я же могу сюда пойти. Сюда-то мне и нужно было, судя по всему. Опаньки, а сверху-то, смотрите. Как будто бы пепел какой-то, не знаю. Это она самая или нет? Я даже не знаю. Потому что у меня чуть-то такое подозрение, что события, которые мы видим за него, они уже происходят в момент, когда ее нет в живых, как будто бы. Может, я и ошибаюсь. Мы видим, кстати говоря, сверху вот этого как раз-таки короля боли, которому делают памятник, которому поклоняются, которым прислуживают, скорее всего. Она говорила про детей в заперти. Может быть, это как раз-таки в плену у него, условно говоря. Может быть, вот так? Даже не знаю. Ну, у меня, по крайней мере, такое предположение появилось сразу же. Так, давайте спустимся вниз. Только-только-только-только-только-только. Не таким быстрым вариантом. Ну, ладно, сто. А, окей, я здесь появляюсь. Тут места сейва у нас, собственно, это фонари, но в том числе где-то есть и без такого указателя. А, и мне надо по новой это срезать, понял Или, погоди-ка, мне надо по новой А то что-то появилось не сразу странно Как немножечко, ладно From me to me От меня ко мне же Валентинка такая Это явно ей принадлежит, то есть Она сама с собой как бы играла Ну, с кроликом Представляешь, что он живой Хотя на самом деле сама им управляла Я явно, скажем так, от нее Осталась Но почему-то вещи прям так сильно Эти записки, все эти рисунки Так разбросаны везде Так вот здесь можно срезать Главное, что он не успел ударить Тихо, аккуратненько очень Там сверху еще засранец есть Так, потихонечку набираем Скоро будет 50, кстати говоря, не знаю, насколько много я их пропустил Скорее всего где-то пропускал Я бы на самом деле собрал, в принципе, все Но не сразу, наверное Правда, труднее всего на тех, наверное, экранах, которые Не соединены целиком Опа, хорош Я просто прыжок использовал для ускорения немножечко А тут вот так получилось даже Аккуратно Ух, нифига А, ну, да-да-да Так, я вот не знаю Давайте, наверное, эту стенку все-таки чекнем Мне кажется, почему-то, что здесь будет секрет Именно не основной маршрут А нет, ни хрена себе Стоп А это леса, в случае Хотя не знаю даже Может быть, это боль Как раз-таки душа вот этого существа Огромного Хотя Она, получается, как бы форму имеет В отличие от всех остальных Которые просто такими кристалликами остались Но мне кажется, часть моих предположений По крайней мере, похожа на более-менее правду какую-то Не знаю, какую сторону мне Сначала лучше идти Блин, может, за ней лучше было бы сходить А, погоди, лезь, ничего не сделаю Мне, походу, сюда ироновато, да 50 есть, кстати говоря, у нас Будет следующая история Так, ну давайте-то вернемся, допустим, к лисе Рыцарь реально сейчас выглядит Как вот такой антагонист Вот эти существа, бывшие, живые Может быть, у животных тоже была Условно говоря, душа И может быть, вот эти вот летающие Например, кабан, например, тоже Прошлым живым кабаном Живым кабаном был, я не знаю даже Так, я вижу, что там внутри кое-что есть Опа Дикарка, черное сердце Ааа, блин, погоди-ка А это случайно, условно говоря, не то черное сердце Которое принадлежит, условно говоря, рыцарю Хм-хм Оно становится таким, когда боль касается его Твое еще не почернело Но скоро Очень скоро Боль забирает силы Но может и дать их Только тебе решать, как ты воспользуешься ею Что плохого, если твое сердце черно? Ты можешь больше не думать о других Это открывает новые пути, знаешь ли Ты скоро поймешь Ведьма заберет у тебя самое дорогое Хм-хм-хм Но пока ты можешь взять мое сердце Оно мне больше не нужно Иди Вернись к этому идиоту Пусть он починит свой лифт Я сейчас подумал, что у меня есть выбор, типа, подбирать ты или нет Но, походу, все-таки Стоит взять Ладно, давайте попробуем Надеюсь, что я ничего Не так не сделаю Вспомни, как легко сломалась твоя жизнь И жизни тех, кто дорог тебе Один маленький шажок И пуф Трех жизней нет Хм-хм-хм Какая-то жуткая дикарка такая, я бы сказал А, и мы сейчас вот отсюда Как раз таки можем теперь вернуться Погоди-ка, давайте откроем это, в принципе Ой-ой-ой Это сердце, оно поглощает Другую тьму в себя И мы как раз таки при помощи него И сможем, судя по всему, очистить, да Или не поглощает Или как-то, не знаю Даже отпугивает ее скорее Очистить лифт сможем этим Так И убежал А здесь чего? А, это и есть шахта лифта, походу, да? Если я правильно понимаю Вот это как раз таки ее Трос, который его держит Так, погодите-ка, у меня было еще одно место Вот здесь, где Требовалась такая способность А, или погодите Я посмотрел, по-моему, оно только здесь нужно было Может быть в этой комнате Следующей будет как раз таки душа Еще одна, еще одна боль Ну и плюс к Старухе к этой сейчас тоже заглянем Послушаем еще одну ее историю Может, она что-то еще откроет Сначала вот некоторые Первые, которые шли Они такие, знаете Совсем-то не понимал, что к чему Тут становится ясно, что она говорит Весьма ценную информацию А, боль меняет Может, она прокомментирует мое сердце Она и тебя изменила, человек Но ты еще этого не видишь Судя по всему, это В том числе, скажем так На нашего персонажа Оказывает влияние боль Которую мы собираем Именно от этого Возможно, что-то будет дальше зависеть еще А может, и не увидишь Никогда Как не увидела ведьма Безумие полностью поглотило ее И потухли ее глаза от слез Она хотела больше, чем остальные Ей было мало Само перестать чувствовать боль Она хотела избавить от боли всех Но хранителя искры Невозможно победить Многие пытались и пали И она не встала в их ряды Он вечен И он в каждом из нас Хранитель искры Может быть, это Условная смерть для всех И он не является Как бы изначально Плохим персонажем Например Даже не знаю И она думала Что нашла Другой способ Она думала Что он единственный Пусть боль Развеет всех Тогда буря Все должны сдаться И она поможет им Она спалит этот мир Грядет буря в красный И спалит каждого в нем Она возвращается Я уже вижу зеленые сполохи в небе Осталась всего одна история И эта история О тебе, человек Ах, принеси больше На и более Одна история 60 А их суммарно 85 Грядет буря Тихонечку показал Что погода изменилась Даже немножко Вроде бы нет Как-то мне Прям не по себе Не знаю Ужасает Эта Атмосфера такая Гнетущая А кто же ты тогда? Как-то у них Не заходит Диалога вообще Как-то чтобы Оп Все Готово Чтобы просто Расставить некоторые точки Над И Базовые абсолютно Так, ну Давайте чинить теперь Чем могу сказать И отправились Наконец-таки наверх Оп Отлично А, погоди-ка Или нам надо будет вниз Еще сходить, наверное Все готово Можно отправляться А, он ко мне Канг Нам сюда поднимется Окей, хорошо Ну, погнали Возвращайся Расскажи, что ты видел А ты с нами не пойдешь? Я вообще-то был уверен Что он с нами пойдет Погоди-ка А вот здесь Блин Поднялся успешно Я почему-то подумал Что на крыше дома Может быть что-то Погоди, алифт теперь Наверху Домас Давайте я проверю Все-таки Что-нибудь на крыше дома Будет или нет Потому что Мне любопытно Ну, по-любому Должно быть, а Учитывая ценность Все-таки вот этих вот Там еще есть Это трава Оп О, нашел Не зря, по крайней мере Так, но мне его Не засчитали, кстати Оп, хорош Вот теперь достал Надо было и не слишком высоко И не слишком низко При этом Здесь еще могло быть В воздухе где-то Теоретически, но Надеюсь, что Все-таки Ничего не осталось А, и смотрите Все-таки вот эта вот Веревка-то Она Я думал, что здесь Типа она вниз Еще уходит И, в основном И, в основном Мы ее не видим А это другое место Может, где-то Пещера справа Мы как-то Еще сможем попасть Не знаю даже Ну, хорошо Давайте посмотрим Что мы увидим С высоты Куда мы вообще Поднимаемся Что здесь происходит Постепенно Начнет разъясняться Так, я не знаю Надо ли мне было Сюда спускаться Сейчас или нет Так, ну тут Есть еще одна боль Ага Дверка закрыта Окей Все, надо будет Вернуться еще Попозже Ох, он Мега сундук Какой-то Что-то мне подсказал Что он тоже Без включения Откроется И он здесь Не поможет мне Хотя Ладно Немножко не угадал Используйся кирку Так, я проломал Нет Да, я проломал Здесь у нас Ничего не остается А, смотри Здесь какой-то Ух ты Блин, у меня привычка Из других игр Короче говоря Что если один стик Двигает персонажа То второй стик Двигает камеру Я в итоге Левым стиком подошел Потом правый стик Нажимаю влево И тут как бы Перс идет На оба стика Поэтому немножечко Перевед Самое Слегка ляпнулся Открыть Угоди А что теперь? Не открываются Угоди, он говорил Что Расскажи, что ты увидишь Наверху Да, может быть Типа Можно к нему вернуться Вот я увидел Что здесь ни хрена нет Что я ничего не могу сделать Особо Погоди, погоди, погоди Без меня не уезжай Потому что эту дверь Мне не открыть Выше дверь тоже Трос слева направо Который что-то ведет Может он поможет Мне его краски активировать Не знаю Теперь И чего? Что он привнул Немножечко Сидит здесь ничего не делает Я пришел рассказать Поделиться А нельзя Погоди, а здесь что? А, здесь была кнопочка Активировать Я вообще не заметил Тихо-тихо-тихо Не падай Буря реально Надвигается Как будто бы Что-то он там Видит Как бы Словно Не знаю Даже А, нет Просто испугался Судя по всему А Ё-моё Че тут От этого я не ожидал Вообще Я сразу вспомнил Одно школьное Болючее воспоминание И тогда ты сел В машину И поехал На работу Но я не умею водить И работать Я тебя научу Нужно просто тянуть за Веревку Веревочку Или толкать машинку А работать как? Ну, ты просто уходишь из дома А вечером возвращаешься злой и уставший Просто Вся суть Если ты должен толкать свою машину до работы То понятно, почему возвращаешься злой Можно я никогда не буду работать? И вот покатили его как раз таки На работу тоже не знаю Не толкай слишком сильно Я не хочу подкатываться Подкатываться к ней У неё нож А, это вот к мамочке Ты глупый Она не должна нас услышать А, она не должна услышать Нет! Ой, подкатился прямо чётко Но Вроде бы кролищем рагу не пахнет пока что Вот я вспомнил, как я в школе на канат забирался А я никогда не умел ногами пользоваться При лазке на канат Потому что объясняли всегда Как карабкаться совершенно неправильно Там как бы так, что ноги нихрена не помогают на самом деле На деле Я всегда на руках чисто забирался Но обратно спуститься сил не хватало И короче, я просто как съехал И понял, почему учителя за это дико ругают Потому что Скажем так На канате всё остаётся Не буду уточнять Что-то прошлое Ну, что-то прошлое Но думаю И так понятно в целом Аккуратненько остался такой Хотя ей, по-моему, без разницы всё равно было бы просто Мы пытаемся её как будто бы не провоцировать Не отвлекать Как-то не Случайно не взбесить Я чуть не умер Было и правда страшно Почему она всегда сердится? Они всё время ругаются Я слышу через стену Он покупает мне подарки Но я никогда не беру их Машинку тоже он подарил? Нет, я нашла её в саду Она была под кучей сухих листьев Я не знаю, чья она Это пугает Мы можем заняться чем-то менее Мы можем заняться чем-то менее стрессовым Она говорит про он и она Может быть, как раз таки про папу И может быть, это рисунок её вот там, где семьёй было изображено И может быть, папа как раз таки у неё, например, умер Либо же, кстати говоря А что если папа является либо рыцарь Либо же наш основной персонаж Мне что-то резко вот это в голову пришло Потому что мы видели, как он приходил домой Скорее всего, да Папа умер Там её, если следовать из картинка, которого мы видели Что голова была, скажем так, отделена как будто бы Комната изменилась Она стала менее, менее, мрачной Менее тюрьмой Но ему меня не подкупить Вам давить чаю, господин кролик А, прошу вас, сделайте милость Блин, я много разговаривал со своими игрушками Чем могу сказать Для меня это как бы даже Не прям вот настолько жизненно У меня есть, честно, мягких игрушек много И ничего у них плохого не вижу Для у двадцать шесть годиков Я себе ещё одну хотел купить Хотел купить себе енотика До чего ваш чай сегодня хорош? В чём ваш секрет, мисс Элизабет? Это вы? Что вы, никакого секрета Я добавила в чай немножко любви А ещё вчера в чайник заползла к гусенице Чай с белком, да? Думаю, она всё ещё там Как изысканно Я слыхал в лучших домах Лондона Ложек нет А, ложек нет В лучших домах Лондона нет ложек Я тоже так подумал сначала У нас нет ложек Как мы будем есть торт без ложек? Ну, мы ведь можем просто руками Руками? Позвольте, мисс Мы же не какое-то отребье Уж не знаю, как вы, но Шум с чердака Я так понимаю По крайней мере, её комната На втором этаже ведь находится Ты слышал? На чердаке опять что-то упало Все мы здесь не в своём уме Устроите чаепитие Так, ну Давайте попробуем сходить на чердак Посмотрим, что у нас там творится Так, эта дверь, я так понимаю, что она Скорее всего, она всегда будет закрыта До тех пор, пока Буквально мы не увидим здесь Сразу же открытую дверь Самостоятельно открывать её не придётся, скорее всего Так, ну давайте попробуем Не знаю, там Сможем ли мы на чердак, конечно, залезть как-то Через эту дверь пройти Потому что здесь нужно было ключ пить Мы ключа так и не нашли А может быть, погодите-ка Погодите-ка тут наверх Можно ещё повыше немножечко Так, для этого нужно на стул сверху На... Загромозить ещё вот эту табуреточку Или столик, или типа того Там есть какой-то ящик просто А чё, дальше не тащится, да? Оп, хорош Положить Так, погоди, куда мне это? Погоди, отпусти, допустим Может, получится на крышу забраться Слушай, по лестнице заберись Здесь же лестница есть, разве нет? Посмотреть Погоди-ка О, залез наконец-то Не хотел никак цепляться А что здесь можно было смотреть? Если ты отсюда упадёшь То можешь сломать ноги или шею Тогда ты больше не сможешь ходить Знаешь, я ведь тоже не могу ходить Мы будем очень похожи Правда, было бы здорово? Чё-чё-то как-то Вот не в этом аспекте бы Так, и что мне тут? Зачем я сюда забирался, вопрос Здесь никаких ни баночек Ничего такого вроде бы нет Может попробовать, знаете, как? Хотя вряд ли достанем, не знаю даже Я подумал, может быть Эту конструкцию направо сейчас Всю передвинуть попытаться И хотя может и достанется Что там есть какая-то вот просто Бинт какой-то, что ли, торчит Судя по всему, так и надо было Активировать А-а-а Вот оно что Понял Верёвку подпирало Так, мы сможем, получается На крышу вообще залезть? А там, может быть, будет и ключик, кстати Не знаю Сейчас узнаем Как-то, когда такие тайны в своём доме Пытаешься раскрыть Невольно напрягаешься Что ж за дом-то такой? Ну, смотрите Просто куча тряпок Она движется Что-то в ней есть внутри? Нет Все мы находимся на планете Которая несётся сквозь вселенную С непостижимой скоростью С безудержным танцем галактик Технически я прав Она движется А, и вот Можно обойти Спуститься Что-то не хочется мне туда идти Тот самый момент, когда включаешь Сейчас включим И здесь будет что-то страшно, нет? Нет Телескоп есть зато, кстати А-а, надо следующая ещё комната Вот она, красный находится Скорее всего, над её Кто-то там есть Может быть, это отец, кстати говоря Может быть, там её Хотя, не знаю Она говорила, что Как будто бы Как будто бы он Детей там держит То есть Я даже не знаю Просто ощущение было, что Здесь больше никого нет Ох, как Я так перепугался Я понимаю Там точно кто-то заперт Я думал, а ты пошутил Про детей Я Я не думаю, что видел В доме детей Кроме тебя Я не помню, но Там точно кто-то есть Нет Это может быть Ветер Окно открылось И что-то упало Но Точно-точно Я однажды видел Как ветер уронил целый дом Да Он был карточный Но тем не менее Я не думаю, что Торт Наш воображаемый торт засохнет Если мы его не съедим Прямо сейчас Знаешь, как трудно Испечь воображаемый торт Не представляю Знаешь, сколько сил Я на это потратил Сначала тебе нужно Придумать воображаемую муку Потом Воображаемые яйца А откуда возьмутся Воображаемые яйца Если у тебя нет Воображаемой курицы Ты знаешь, откуда Берутся курицы Из яиц Но где взять Воображаемые яйца Когда у тебя нет Воображаемой курицы У меня чуть голова Не взорвалась Ну вот он здесь Торт Во всем Своем воображаемом Великолепии Я считаю, что Надо его Воображаемо Сожрать И у нас Все еще нет Ложек для торта Вообрази себе Я возьму их На кухню Она готовит Праздничный обед Ложки должны быть На столе В чем вам Воображаемые ложки Не подойдут Для воображаемого торта Воображаемые ложки Я считаю, что Все правильно Смотрите, она Видите, она буквально Настолько избегает Своей матери Прекрати 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 На дно швоткнули Чудо Какое-то реально Шизауни Почему ты не можешь Просто исчезнуть Почему ты здесь Исчезни Исчезни тварь Охренеть Но прям Немного Поехавшая Как будто бы Ну даже не знаю Что послужило Причиной Этому всему Может быть Смерть отца Например Потенциальная Может быть Она как-то С этим связана Была Не знаю Нет Нет И бежать Ясно Любил дочь Слишком Опа Не ожидала Ответа И ушла Сразу После этого Исчезла Словно Может Тоже Какая-то Символизм Какой-то Но прям Не завидую Я девочке Конечно А мы Тем временем Кстати Ворвались В этот В этот замок Ну это вроде бы Не тот замок Если я правильно понимаю Который Был такой высокий Который строился Который самый главный Так Тут есть шестеренка Шестеренка Покатим У нас еще можно было Там со стороны Замка слева Как-то пройти И Забрать Эту самую Как ее Так Куда Ее мне надо Надо поднимать Может быть Аксивировать Допустим А Наверное Шестеренку Надо сюда Вставить Скорее Сюда Или как Что-то Не понимаю Пока что Так А наверху Что допустим Наверху У нас А Вот куда Надо Шестеренку Понял Лестница Прикатить Чтобы ее Кростки Вытащить Потом Аксивировать Механизм И можно будет Поднять Эту Верку Такая у нас Получается Игра Как бы С элементами Квест Или типа Того Иногда Бывает Знаете Хоть я чаще Гораздо играю Всякие В рогарики В экшн Игры И так далее Но бывает Что-то такое Бывает Очень в тему Пардон За повторное Слово Иногда Бывает Так Тоже Такое Порой Крайне Тема Такого Порой Очень хочется Как раз Тоже Будет Интересно Так Погрузиться Познакомиться Какой-то Историей Так Давай Я надеюсь Что она Подцепила Там Пожалуйста Подцепи Понял Надо Помочь Хорош А И вон Там Шестерен Краски Там Есть место Куда Ее Надо Будет Ставить Погоди А как Мне Проломать Дверь Проход Типа Вот Сюда Лятнуться Может быть Ух Нихрена Себе Серьезно Да Так И надо Было Мне Как-то В голову Сразу Пришло И Причем Потому что В голову Потому что Хорошо Сделано Потому что Здесь Специально Пол Прогибался Показывал Что он Не очень Прочный Тем Самым Поэтому Сразу В голову Приходит Так Ставили Шестеренку Погоди Ка Ну так На всякий случай Проверить Стеночку Сверху Вдруг бы Там тоже Душа Была Так А теперь Здесь Должно Все Заработать Если я Правильно Понимаю Тут Есть Опа Ключ Кстати Говоря Ключик По-любому А Смотрите Я его Здесь Должен Буду Скинуть Вниз Судя По-всему Да Ключик По-любому От одной Из двух Дверей Которые У нас Были От Лисна Наверх Оп Хорош Так И думаешь Нигде 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 Что-нибудь Спрятано По-любому Так Тут Не протащить Но это Можно Отдвинуть От Прохода Клетку Эту Достаточно Думаю Тихо-тихо Не торопимся Так А А Смотрите Понял Прикольно Здесь Мы Сначала Вот Это Отсоединяем Теперь Мы Можем Верхнюю Убрать А Потом Уже Вот Эту Центральную Отодвинуть Тоже Тогда Ключ Как раз Так Свалится С платформы С этой Что Это Одна Другую Благировала Скажем Так В принципе Достаточно Достаточно Думаю Теперь Возвращаемся Уже Скидывать Ключик И Потянули Так Все Сейчас Мы К нему И спустимся Я думаю Так Еще Ниже Я надеюсь Что я Не пропустил Ничего В этом Замке Сейчас Так 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 Большой Сундук Кстати И если Будет Две Души То Мы Практически Уже Собрали Все Да Ну Не Все А 60 Собрали Практически Сколько Нужно Для Последней Истории От меня бы Обойти А вот Куда Я думал Что ключик Ниже Упал Типа Я бы не Подумал Что Еще есть Такой Проход Выступ Замок Полуразрушенный Тоже Какие-то Башни Сломанные Ой Я этого Не заметил Если честно Но Мы Собрали Последние Последнюю Необходимую На данный Момент Все остальные Я не знаю Истории Не должны Открывать Получается Без понятия Так Дверху Открыли Духи Такие Там Она Слева Смотрите Явно Ее силуэт Может Это Те Самые Дети Которых Она Думала Один Из силуэтов Ее Тоже Как будто Мальчика Подтрунивают Не знаю Издеваются Над ним Явно Толкают Его Может Ты главный Герой В детстве За которым Сейчас Играем Такое Бывает Иногда Возвращается Что В прошлом Видимо Он уходит Просто И Не может Остановить Никак Повлиять На это Можно Предположить Что Эта История Вообще Рыцарем Может Почему Он Стал Таким Злым Например Отбирать Чужие Души В том Числе В будущем Не знаю Опять же Предполагать Можно По-разному И куда Это Провалился Погряз Пучине Какую Не знаю Спучной Головой Так Прям Поник Ше Вообще После Увиденного Что-то Странное Происходит Конечно Что Это Заведение Все Почему Мы Их Видим Возникают Вопросы Когда Что Из Этого Вообще Произошло Жива Лит Девочка В конце Концов Сейчас Даже Так Это У меня Оказывается Был ВК Включен На Компьютере И Там Пришло Уведомление Мы Кстати Ребят Прошли Сегодня Не так Много Экранов Тут Первый Как раз Таки Шли Достаточно Быстрыми Коротенькими Сейчас Поведеннее Поэтому Что Учина Будет Либо Одна Либо Две Серии По этой Игре Посмотрим Получится Даже Не хочется Как-то В такой Атмосфере Как-то Громко Говорить Я бы Сказал Мы Идем Подземелью По Подвалу Замка Давай Потом В таких Моментах К чему-то Ключом Приходишь Как раз Что-то Что Могли Прятать В таком Месте Который Недоступен Для Всех Например Подземель Далеко Ведет Даже Не знаю К чему Можем Прийти Может Что-то Не так Делать Потому Что Прямо Очень Долго Очень Длинная Хотя Не знаю По-моему Кстеря У нас Окон Становится Все Меньше И Меньше И Все Реже 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 Сречаются Я Так Смотрю Явно Явно Чисто Туннель Такой Мы Все Меньше Меньше Света В принципе Не знаю Можно Трактовать Как Угасающую Жизнь Какую Этот Коридор Конечно Но Это Как Притя Притянутся За уши Наверное Будет Не знаю Даже Сейчас Стало Больше Фонари Больше Окон Даже Не знаю И Снова Нет Бесконечный Коридор Судя По Всему Почти Пришли Мне Кажется Или Нет Не Знаю Даже А Блин Тьфу Ты Нахрен Я Такой Думал Вдруг Надо Типа Назад Пойти Я Так Еще Долго Бак Ити Черт Тебе Окей Буря Началась Уже Вовсю Так Мы Выбрались Как-то Сейчас Видим Очередную Записку У нас Еще Небольшое Количество Оно Все-таки Осталось Так Перепрыгнуть И Записочка Так I can't Не Особо Понимаю Что Это С То Лизой То Лизы С Энимо По-моему Типа Я не могу Быть Таким Как Они Я Больше Не Могу Быть Таким Тканей Можно Как Раст От Лица Этого А Это Знаете Возможно Что Я Кажется Понял Скорее Всего Это Девочка Она Была Одной Из Этих Детей Которые Издевались Над Этим Пареньком Потому Что Ее силуэт Тоже Там Был И То Есть Он Был Среди Них И Он Был Слева От Них Там Было Два Силуэта Потому Что Она Как Раз Так И Говорит Здесь Что Он Не Может Больше Больше Как Они Не Может Больше Вести Себя Собственно Так Издевательски На самом Деле Такая Серьезная Я бы сказал Тему Буллинга Например В школах И так Далее Потому Что Дети Бывают Действительно Очень Жестоким Мне В принципе Тоже Скажем Так Достаточно Знакомо Было Давно Здесь Уже Прям Вовсю Буря Как Беспокойно Аж Такая Луна Там По Любому Здесь Где-то Души Остались Боль Точнее Не знаю Туда Ли Я Иду Потому Что Мне Вроде Как Надо К Лифту Ну Здесь Куда Ты Далеко Так Зашел Отправился Секрет К Называется Пришел Опа Обратно Я Не Верну Сейчас Так Просто Возможно Ох Ты Блин Колокольчик Что он будет делать Второй Колокольчик Может Надо Как-то Разместить Не знаю Они Смогут Резонировать Например Как Камертоны Какие-нибудь Не знаю Даже Но Погода Прямо Сильно Хреновее Стала Блин Мне бы Старухе К этой Зайти Конечно Было бы Неплохо Прослушать Последнюю Историю Перед тем Как мы Куда-то Дальше Отправились Я был Уверен Что Мне Не Сюда Надо Просто Здесь Не пройти Опа Ааа Мы Кого-то Походу Отвлечь Колокольчиком Должны Может быть Я не знаю О Блин Понял 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 Ухожу Ты Блин Ааа Это Нет Уходим Я подумал Что Блин Что Он Должен Нам Камень Вытолкать Чтоб Мы На него Встали Так Окей И Выходим Так Взять Погоди Это Можно Как Подпорку Использовать Может быть Нет Не знаю Ааа Как Подпорку Надо Буду Использовать Дай Цветочек Цветочек Кольцо Убил Меня Надо Было Быть Действовать Быстрее Погоди Сейчас Я проверю А Привет Могу Проверить Ну Колокольчик Мне Не Засчитали Я Не Взял Колокольчик А Цветок С этим Колечко А он Походу Любит Колокольчик Эти Да Я так Понимаю Он Сюда Прям Складывает И он На их Зов Поэтому Пошел Надо Наверное Сначала Мне Поставить Доску А потом Уже Идти Дальше То есть Видите Пока Я Здесь Пока Я Не Иду Вперед За Колокольчик А Он До Сих Пор На Меня И Не Агрится Он Не Слышит Он Не Видит Ничего Возможно Мы Сейчас Можем Обойти Его Аккуратненько Так Ну Мне Нужен Тот Предмет А Я Могу Погодите Я Могу Этот Колокольчик Позвонить Например Только Как Мне Вот Этих Избежать Вопрос Стоп А вот Здесь Не Получится Пройти Или Здесь Нельзя Может Будь Он Да Ты Зараза Я Подумал Может Он Некоторое Время Не Будет Реагировать На Колокольчик После Звона Одного Из Них Если Я Вверх Не Позвонил То Он На Этот Не Идет Какое То Время Все Видите Пытается Тот Достать Но Этот Я Избежать Вообще Никак Не Могу Только Серьезно Он Прям Гарантирован Меня Успевает Застичь А что Если Мне Этот Цветочек Надо Просто Это Колечко Забрать Чуть Попозже Тогда Когда Я Смогу Каким То Образом Избавиться От Этих А Стоп Или Здесь Есть Еще Он Сможет Забраться Нет Или А Стоп А Что Если Надо Его В пещеру Отвести Наоборот Прыгай 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 Фу ты Блин Я не хотел Его Вообще Брать Я Хотел Него Позвонить Не Тянуть Вот Все Теперь Мы Его Байтим Сюда Еще Дальше А Теперь Бежим За ним Быстрее Или Как Погоди Он Не Загрелся Может Надо Все Так В Пещеру Зайти Позвонить В эти Колокольчики Но Не добегать До цветочка А Выбежать Скорее Все Так Я Думаю Что На них Он Агриться Так Все Ко Прыгает Позвенели В колокольчик В пещере Его И Чего Я Ж Позвенел Еще Надо Может На Два Раза Тип Все Успевает Зараза Погодите К Он Походу На Ближайший Колокольчик Как говорится Мне надо Вот это Увести Отсюда Или Стоп Или Чоп Он Не доходит До того Потому что Он находит Этот колокольчик Хотя С другой С другой стороны Меня Заходил Приходил Убивать Меня Я даже Не знаю Ничего Мне Теперь Типа сюда Ползти Давай Я Я звоню А Его Надо Раз Скинуть Вообще Пока Я От него Не избавлюсь Мы Не можем Пройти Сюда Прыгает Сюда Где Логика Это место Просто Годи А почему В этот раз Не исчезает Отсюда Он здесь Остается Не понимаю Я до конца Ну давай же Наконец Неужели Господи То есть Да Он Выходит Из пещер Ты через День Переприедешь Ты звонишь Разок Сюда Чтобы Забоить Его Сюда Потом Ты бежишь В пещеру Звонишь Здесь Два Раза Потому что На первую Он не реагирует Именно Систематично Так Я уже Проверил Тучу раз Ты выходишь Из пещеры Еле Еле Можешь Успеть С этого Вот Какая Штука Упала Иногда Еле Еле Иногда Нормально Как повезет Вообще Непонятно От чего Зависит И тогда Только он Причем Он не доходит До конца Как Вроде Он нагрится На колокольчик Он не доходит До конца Он здесь Разворачивается Поднимает сюда Потом идет Налево Наверх Почему Так Почему Вообще Не понимаю Я думал Созначально Что надо Его поближе Привести К вот этому Месту Позвонить Вот в этот Колокол Тогда он Как бы Поймешь Что-то наверху Где-то И там Типа рядышком И поднимется Наверх Нихрена Подобная Логики Просто Нет А это Вот такие Штучки Чтобы Окей Я нужна Какое-то Кольцо С цветочками Ну блин Ну и место Какой-то Была Заперта Боль Внутри Каждого Покотлеет Искра В землях Этих Освещая Их Хотя Кстати Сверя Есть Так Сдун Срыцать У нас Сражается Против Вот Этих Вот Темных Демонов Тоже То есть Те У кого Нет Душ Тоже Уже Я правильно Понимаю Он Убивал Получается Как бы Всех Издались Многие И привыкли К боли Никогда Не переставая Чувствовать Ее Оу Это И говорится Да Как раз Таки Про рыцаря В том Часто Который Вот Он Не перестает Чувствовать Боль Она У него Есть Но Он Просто Так Вот Именно Что Терпит Так Этот Со счетом Будет Да Так Мы как раз Таки Собираем Видите Причем Из таких Человекоподобных Больше Мы получаем Боль Получаем Эти Души Блин Куснуло Тихо 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 Не торопимся Отлично Так Ну здесь у нас особо вариатива Пособирать чего-то нет Потому что мы не можем прыгать Опа Так Сюда Проходим Краски Да Но всегда были те Кто боролся Кто искал дорогу Из этих земель Из этих земель Наверное В абстрактном понятии Имеется ввиду Скорее из этого состояния Или вроде того Потому что он идет сейчас прямо Словно в самую Самое сердце Этой скверной Не знаю Этой боли Может он Не знаю Даже подумал Может он пытается Как-то внутри себя Разобраться Например Туда где нет Власти хранителя Да потому что Она говорила Что многие пытались С ним сражаться Но все было без толку А этот вариант Получается уйти от него Что ли Не знаю Я просто по разному Пытаюсь трактовать То что вижу Как-то То ли это физически Реально происходит То ли это какие-то Абстрактные такие А не достал Хорош Что-то абстрактное Верили они Он стал сильнее Или погоди-ка Или у меня просто есть Чардж атака Типа Не понял я И существовать Здесь тоже опаснее Идем реально В самое сердце Спускаемся Блин Ну саундтрек Конечно Звуки Очень такие Всепоглощающие Ветущие ощущения Погодите-ка На заднем фоне Как раз таки Замок Может быть мы По этому замку Как-то спускаемся Даже не знаю Там вот лестница есть Тихо Даже не знаю Ух ты блин Окей Без урона Идем Блин Блин Ну звуки Прям вообще До мурашек И он становится Все сильнее и сильнее Когда поглощает Эту боль Все больше и больше Его Сердце чернеет Можно сказать Не знаю даже Взращивает цветок Украденный Собирает души И приносит их Дар сечь Я душа черна Кто продал ее За свое желание И верили они А мы Боли отдаем Не ему Мы отдаем их А и он тоже Отказался Но хранитель Не отпустит их Ох Ни хрена себе Хранитель хочет Больше боли Не потерпит Что тот отказался Ему Отдавайте Ему нужна боль Которую они Множить Собирают ему Я вот когда Монтировал первую серию Я обратил внимание Что когда мы сидели На скамеечке Если не ошибаюсь В самом начале За нами Как будто было Какое-то существо Нависавшее Мне так показалось Не ошибаюсь Надо пересмотреть В момент еще Это когда На трюшку Искал в том числе И он снова отдает Как раз таки Одну душу Чтобы судя по всему Она подпитывала Жизнь Может быть Внутри рыцаря А еще сильнее Нужна их собственная воля Чтобы он мог Больше принести ему Даже не знаю Жизнь Что-то у него Видение Как-то рыцарь С ним должен быть связан Наверное тоже Она говорила Что рыцарь приближается А что если У меня была мысль Что может быть Это все один персонаж Но тоже как-то Я пока не знаю Как это трактовать Если он это рыцарь Может быть Слова Рыцарь приближается Это как раз таки то Что он скажем так Превратится в него Когда соберет Какое-то количество Этой боли Либо Что-то еще такое произойдет Я даже не знаю Ударить Было бы символично Если бы он сейчас Опрокинул это Просто ударом ноги Например А не Вот так вот Нервными руками скинул Так Но мы вернулись обратно Кстати Смогли Вот здесь Когда мы сидели на скамейке Мне казалось Что сзади Как будто бы Может я ошибаюсь Ё-моё Ребят Я не ошибаюсь Вот это вот Первая как бы серия Вот типа Оно даже движется То есть оно действительно Над нами нависало Такое действительно было Жесть Что-то Так погоди А вот это Да это можно разбить Заметил только сейчас Так Ну давайте Я думаю что Жесть Вот этой бури идет Что-то грядет Я не знаю Но мы больше собираем Если бы мы отдали эту боль Как бы Хранителю искр Тогда было бы понятно Что Скажем так Что-то бы изменилось Наверное Бурю Она говорила Что ведьма Ее призвала Чтобы как раз таки Скажем так Раз не смогла Не всех Всех спасти То Все решено Уничтожить Если я правильно понял Даже не знаю Так Ну давайте Дослушаем Наверное Сейчас тогда Ее Последнюю историю А продолжим Уже я думаю Ребят Что в следующий раз Ну вот так Я не знаю Сколько еще осталось Но предполагаю Что раз Несколько экранов Еще было написано То впереди Что-то явно есть Можно на отдельную серийку Тоже оставить Ах Человек Ты видишь Мир не замер Он перетекает И изменяется Но что именно Ты видишь Как замок Поглощает Эти земли Как боль Сводит Сводит Ведьму с ума Как рыцарь Пытается Пройти чужой путь А что именно Мы видим Все это не так Что-то Уже произошло Да Это Что-то из этого В прошлом Как я и предполагал Чего-то Никогда не было Может быть История девочки Когда она Хотя не знаю Даже Не вряд ли Линии прошлого Вновь переплелись Твое прошлое Их прошлое Ее прошлое Мураш еще пошел Линии вновь Соединили вас Как делали Уже не раз Она говорила Что мы Мы не отсюда Может быть Действительно Это Расстроение Личности Главного героя Или Не знаю Даже Разные временные Ветки Какие-то Без понятия Этот мир Уже мертв Он разрушен Ты помнишь Ты разрушил его Ты не был Частью этого мира Ты пришел В этот мир Через ее рассказ Через ее рассказ А что если Я подумал Что может быть Он Условно говоря Да не Не Я подумал Что может быть Это он ее воображаемый Друг Как бы Она кролика Вряд ли Ты дополнил Его Ты менял Его Это больше Не ее мир Это не мир Огненного цветка Своим присутствием Ты разделил Миры И твой мир Полнее В ее мире Рыцарь похитил Цветок Упородивших его Но в твоем Это не так Ты знаешь Правда Ты знаешь Что рыцаря нет И никогда Не было Исполни Что должен Уничтож Замок ее мира Сотри Мир цветка В пуль То есть Все эти Воображения Стереть Блин Что за Я не могу У меня Поехала Сейчас Спаси ее Эпилог Выслушайте Все истории Рассказчика Что-то Теперь Стало Все еще Более Запутанно Если честно Стало Все более Абстрактно Я бы сказал Так Ну Я до этого Был уверен Что я много Предполагал правильно А теперь Я что-то Половина из этого Возможно Отсекается Даже Не знаю То есть Рыцарь был В ее мире Рыцаря здесь Как будто Ну она же говорила Рыцарь грядет Уничтожить Замок Емира Спасти ее Мир цветка Что-то Я даже Не знаю Но ребят Это оставим На следующий раз Все рассуждения Также и так далее Оставшиеся У нас еще остается Где-то Пять экранов Полноценный Понимаем Пять историй Таких небольших Так Погоди А как мне Вот так Наверное А на этом Ребят Пока что На сегодня Все Вот такая Вот игрушка Очень атмосферна Знаете И прям Любопытно В этом Разбираться Хотя И сначала Многое непонятно Конечно Кролик Северя Этот Как раз На этом Ребят На сегодня Все Всем спасибо За просмотр Надеюсь Что вам понравилось Было интересно Подписывайтесь Подписывайтесь на канал Если это так Я буду очень рад Оставить Комнать Это тоже Очень приятно Само собой Без спойлеров Ребят Не забегайте Вперед Я не хочу Знать То что Скажем так Чтобы меня За ручки Тянули Или там Наводили Прям на Что-то Так явно На Что-то До чего Хотел бы сам Догонаться Дальше Если получилось Конечно В общем Да вступайте Ребят На сервер Дискорде В группу ВК Телеграм Канал Все ссылки Ребят В описании Под роликом Но я Ждаю Всем хорошего Ребята На странице Такого же дня Всем До встречи Всех Пучкусь И всем Пока Пока